Всем огромный привет! Меня зовут Татьяна и сегодня на моем канале хочу вам рассказать о своих процессах. Их немного, но они кое-какие на заказ. Сейчас я вам все расскажу. Я достала из пакетика свой заказ, свой процесс и хочу вам показать, что я вяжу. Это будут рукава. Рукава будут для такого полушубка. В общем, не важно, типа жилет, но ему нужны рукава. Это рукава сшивные. Они выглядят таким образом. Это резинка, типа, ложная английская. Вяжу я сразу два, как видите. И здесь почему-то получилось, такой имитация резинки и дальше другая резинка пошла. Это я сначала вязала на лицевой, захватывала петлю лицевую в предыдущем ряду, завязала до определенного ряда. На изнаночном ряду я делала просто лицевая-изнаночная резинка. И потом перевернула и делала все наоборот. Вот поэтому он получился вот таким образом. Мне этот эффект понравился. Я, кстати, его подсмотрела у клиентки, которая, в принципе, эти рукава начала вязать. И там я смотрю, у него какие-то разные узоры и говорю, что это такое. В общем, она мне сказала. Она, в принципе, сама вяжет, но очень, как она сказала, плохо. Ну, мне кажется, нормально, просто ленится. Ну, знаете, мне от этого неплохо даже. Это кончики. В общем, вяжу я из пряжи вот такой. Это бутон-дор. Пряжа это французская. Вот такой вот цвет у нее. Like a naturel. 380, да, это цвет. 100% шерсть. 50 граммах, 50 метров. Можно стирать в машине. Ну, и вот рекомендуемые спицы. 6-6,5. Самое интересное, что вы будете смеяться, но я вяжу на ее спицах. И на... Можете себе представить, что это за спицы, да? Это спицы 2,5. Потому что она очень любит плотный. Вернее, не любит, а хочет плотный узор, чтобы получился, чтобы можно было в нашу зиму носить. Он такой, в принципе, и получается. Так, это вот первый такой вот у меня будет заказик. Вяжу рукава человеку, понимаете? И хочу сказать, что эта пряжа, она не бюджетная, и она не очень хорошего качества. Иногда попадаются узелки внутри. Ну, такое вот, не знаю, приемлемо ли для пряж такого сегмента, не знаю. Итак, следующее. Вы видите, у меня уже поменялась картинка. Следующее я хочу вам показать. Это такая пряжа красная фирмы Leng Yarns. Называется Mallow. 70% альпака, 20% полиамида, 10% шерсти. В принципе, состав классный. Она такая очень мягенькая, очень такая воздушная. Как видите, она как будто бы сплетена в шнурок, что ли. Вот такая вот пряжа. Она как будто бы сплетена такая косичкой, что ли. Ну, в общем, как бы шнурочек. И внутри этот шнурочек, вот этот полиамид 20%, он, по-моему, черный, насколько мне видно. Здесь вам, наверное, сильно не видно, но вот немножко видно, что такие крепления черные. Она классная, конечно. Вязать рекомендуют спицами 7-8, 50 граммах, 65 метров. И я вяжу на... Что за спицы? Это не мои спицы тоже. Это спицы опять засвечиваемые. Что ж такое? Спицы номер 10. Я тут просто купила осветительный, осветительный софтбокс я купила, да. И, в общем-то, я сейчас регулирую свет, он у меня, видите, какой странный получается. Итак, вяжу я по кругу. Это будет такой типа жилет удлиненный, но у жилета впереди там застежка какая-то, да, или что-то в этом роде. Это будет такой топ из рукавов и с горловиной. Так, здесь, смотрите, у меня переход был на ниточку. То есть, нитка была уже использованная. То есть, вот начинала я с нового мотка. Потом думаю, дай-ка я возьму тот моток, который уже был вязан, перевязан. И вот видите, какой переход получился. Я надеюсь, что все... И причем, да, и причем вот здесь совсем немножко, тут пару литов всего такое получилось. Дальше идет более-менее. То есть, это резинка. Вязать, конечно, спицы у меня, видите, какие? Это, наверное, китайские спицы, или я даже не знаю. Нет, наверное, ну здесь тоже такие продают. И вот я уже связала какую-то часть. Видите, как получается. Если не распрямиться, то даже не знаю, что с этим делать. Думаю, может быть, будет тоже имитация, как будто бы вот резинка. Дальше, как бы, продолжение полотна. Очень надеюсь на ВТО я, потому что придется тогда все перевязывать и отрезать этот кусок нитки. Ну, хотя нитка, которая была использована, она не была еще постирана. Думаю, что все образуется. Так, это вот следующий мой заказик. Тоже, что еще про ниточку я сказала. В общем, конечно, очень приятно вязать. Но ощупь она такая, как примерно Air Drops. Итак, следующая картинка у нас тоже поменялась. Я вяжу следующую шапку. Шапка-то у меня из... Ну, вот я нашла эту этикетку. В общем, отзывы у нее такие, знаете, противоречивые, но в основном говорят, что она тянется. Она реально тянется. Здесь 100% мереносовая шерсть. 50 грамм и 175 метров. Это другой цвет. Это цвет микс, это серый. Это у меня просто бежевый. Не знаю, куда делась эта этикетка. Я вам просто показываю ее характеристики. Вяжу ее две нитки. Скрутила клубок. Это, конечно, вообще крутить... Вообще, даже если ее не крутишь, из мотка берешь ниточку, да, там из края, допустим, одного и со второго, она все равно запутывается. Она все равно начинает как бы расслаиваться. В общем, я перемотала моток, да, на моталке такой, кругляш. И все равно уже в конце она начала у меня опять путаться, и это не очень... В общем, пришлось смотать моток. Итак, я вяжу уже второй клубок. Я думаю, что я закончу. Вот этот у меня еще немножечко есть. На макушку оставлю. Здесь обычная резинка идет. Обычная резинка идет, да? Представляете, вот у человека память какая. Это либо у меня такая, либо у всех, не знаю. Короче, вот шла до определенного... Сколько тут сантиметров? Десять, наверное. Может, меньше. Резинка. И потом уже шла ложная английская резинка. То есть в предыдущем ряду... Вернее, лицевую провязываешь не за стенку ее, а за стенку нижнего ряда предыдущего. Ну и потом в следующий ряд, допустим, изнаночный, да? Идет обычная лицевая изнаночная, лицевая изнаночная. И получается нечетные ряды у меня идут вот как бы рисунок. Вяжу я на пиццах хадди укороченных. Номер четверка что ли? Да, представляете, на четверке вяжу. Странно. Думала на 3,5 вяжу. Ну я их так как бы прикрутила и забыла. Укорочена у меня леска 40 см. Вроде как тоже. И вот довяжу я этот клубок и буду начинать убавки. Пока еще не решила. Наверное, 4 убавки у меня будут. Здесь у меня, наверное, узелки, да? Предательские. Которые вот нужно будет потом оформлять куда-то. Вот. И она такая прикольная вроде получается. Петельки кривые. Тоже надеюсь на ВТО. Все, я надеюсь на ВТО. Не знаю, все, наверное, так. Посмотрим. Если не выровняться, придется все-таки перевязывать. Потому что это идет не для меня шапочка. Ну, мне нравятся вот такие минималистические шапули. Хотя люблю всякие разные с косами. Ну, такие тоже нравятся. Вязать их тоже интересно. Но, честно говоря, вязать, конечно, видите, дольше. Если бы я использовала 2 клубка на эту шапку, то у меня бы шапка уже получилась давно в два раза больше. То есть она бы получилась у меня плюс еще вот столько. Вот. Но поскольку это ты вяжешь все время предыдущий ряд, то немножко стопорится процесс. Оп. Картинка поменялась. И я вяжу носочки. Это носочки по мастер-классу Марии Тарасовой в инстаграме. То есть там уже... Там идет какой-то марафон, который я, естественно, пропустила. Я подписалась уже после того, как... На Марию подписалась уже после того, как она этот марафон начала. И там все разъяснения есть, каждый этап. И я решила, что мне нужно носочки вязать все-таки по обучению такому визуальному. И я могу посмотреть там какие-то... Там не видео, там, в общем, были маленькие сторис. В общем, я примерно запомнила. Надеюсь, что память у меня отложится. Это какое-то время, пока я вяжу быстро. Так. Я вяжу на 2,5. Вроде как 2,5. Подпишу вам обязательно, как называется, пряжа. Этикетки сейчас с собой нет. Все ее характеристики. Эта пряжа мне досталась как бы в подарок. Я вам о ней уже рассказывала. В покупках пряжи. И это очень-очень тоненькая пряжа. Ну, как видите, тут процесс вообще, да, очень маленький. Там очень красивые такие носочки будут. У Марии они такие меланжевые. С разной ниточкой. Очень красивые. Но у меня будут однотонные. Мне бы вообще научиться вязать носки. Или вспомнить вообще, как они вяжутся. Вяжу я с двух клубков. В общем, такие дела. И вуаля, новая картинка. Не знаю, стоит ли показывать вообще вам этот процесс. Потому что он не продвинулся ни на ряд с того момента, как я вам его показывала. Но мне кажется, стоит показать его немножко поближе. Потому что он такой красивый. Он такой яркий. И мне очень он нравится визуально. Тактильно так, можно сказать, что тоже. Вот. Опять же, вяжу я на четверке. Это Ализе. Сейчас. Ализе вот Суперлана Классик. Поближе вам пряжу покажу. Прикольно же, правда. Цвет вообще потрясающе красивый. И, ну, вы, наверное, знаете, да. Ее состав это для меня. Это что-то новенькое. Это вот в 100 граммах 280 метров. Рекомендованные спицы 3-4. Произведено в Турции. А, и 75 акрила, 25 шерсти. Вот. Акриловая пряжа абсолютно практически на 75%. Ну, посмотрите, как красиво. Этот узор называется Волна. Я же говорила, я нашла его в интернете. Вбила узор Волна. И подходящий мне вариант выбрала. Все. Это плед будет у меня. Опять же, не могу вам сказать, сколько здесь петель. Посмотрим, сколько здесь рапортов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Двенадцать мы умножаем на одиннадцать. И плюс две кромочные. Вот получается столько, сколько получается. Тут я смотала вот такой клубок. Вяжу я в... Что, в одну нить я вижу вроде как? Да. Вяжу я в одну нить. Узор очень простой. Я уже его изучила. Вяжу без схемы. Ну, не смотрю схему. Еще один покажу вам процесс, который тоже у меня застопорился, но чтобы вы о нем не забывали. И главным образом покажу вам не только потому, чтобы вы его не забывали, а чтобы я его не забывала вязать. Потому что я вам его показываю, а толку ноль, да. Но, опять же, это пряжа... Подпишу состав. Это кашемировая пряжа. Там кашемира, не помню, то ли 70, то ли 50%, то ли 30. Вяжу я в сколько нитей? Вяжу я в четыре ниточки я вяжу. И я уже говорила на образце, как-то вам показывала, наверное, что пряжа очень сильно раскрылась в процессе вязания. В процессе стирки. Посмотрите, какая она сейчас. Такая, да, ну, обычная. Тут петелька. Это моя кошка, наверное, виновата. Это 100% не я. Чувствую, чувствую, что все-таки мне его придется перевязывать. Но пока что буду делать а-ля анатомический реглан. Я тут сама себе решила, как мне нужно сделать убавки, то есть прибавки. Потому что вот этот вот узор, он стянул у меня перед. И когда я делала обычные прибавки, так же, как на спинке, ну, то есть в каждом втором ряду кажется, то здесь у меня начало стягивать. Его можно видеть здесь, что я тут начала чистить с прибавками. Вот. Начала чистить. Надеюсь, что узор сильно не искажен. Вот. И это соты. Мне очень понравились они, как здесь смотрятся. И я пробовала некоторые узоры такие, ну, не косые, а там простые узоры. Цивая гладь и кое-где там точечки изнаночные. Пробовала такой, вообще не видно этих точечек. Либо шишечки уже делала такие небольшие, либо уже какой-то другой узор. Ну, в общем, смотрится вообще никак. То есть просто обычное полотно. Так, вяжу я на 3,5. Подпишу состав этой ниточки. Эта ниточка была приобретена у меня на ebay. Это бобинная пряжа. Надеюсь, на свитерок ашмировой хватит. И да, я говорила вам, что у меня здесь проблема была в поворотных рядах. Последний поворотный ряд, когда я уже вязала, это уже... Тут вот был там что-то... Поворотная эта петля. И вот она меня таким образом в дырку превратилась. Опять же повторю, что если этот свитер не будет хорошо посажен вот в этом районе, да. Ну, и вообще, как он... Дойду до рукавов и уже там решу, что мне с ним дальше делать. То, если все будет хорошо, я ее просто там подошью как-нибудь красиво, чтобы... Или затяну там эту петельку. Надеюсь, что это не будет сильно критично. Потому что мне уже, честно говоря, не охота. Вот эти соты занимают тоже очень много времени на самом деле. Вот. Поскольку нитка такая расслаивается, расслоенная такая, расслаиваемая, то петельки трудно иногда подхватывать. Ну, что еще по этому свитеру рассказать? Очень мне нравится. Он пропитан чем-то. Не сильно, не критично, но пропитан. Потому что, я же говорю, что образец очень классно раскрывается. Я вам сейчас его покажу. Так, друзья, принесла я вам образец. Вот этот, который я вам говорила, что лицевая. И точки такие, я не знаю, как называется этот узорчик. Смотрите, она... Давайте так сделаем. Будет ли вообще видна разница? Ну, да, видно. Видите, он тут спушился. А здесь такой еще как темный. Он даже, по-моему, цвет чуть-чуть поменял. И вот он такой. Прям такой вот. Мне кажется, он еще должен раскрыться. Пушок какой-то дал. Так. А это вот соты, какие они будут. Они будут более заполнены такие пушком. И не такие четкие. И, кстати, дырка моя может быть тоже затянется. Не настолько, насколько хотелось бы. Но чуть-чуть может затянется. Вообще, в этот момент в поворотных рядах у меня вообще непонятен. То есть, когда ты вяжешь, например... Я, кстати, с вами обсуждала эту тему, но все равно. Когда ты вяжешь, например, туда-сюда, туда-сюда. Понятно, да, там, как ее, эту петельку, как говорится, накрыть там или что-то сделать. То есть, здесь видно, что все в порядке. А когда ты уже, допустим, уже не возвращаешься назад, а уже идешь по кругу. И вот эта петля, которую ты накрывал там где-то, она тебе... Ты же ее накрывал, например, с изнанки, да? А потом, когда ты ее накрываешься, когда ты ее пытаешься провязать с лица, она у тебя уже как-то искажена. И вот этот момент, вот этот момент, он меня немножко застопорил. Я что-то, ну, затупила здесь, конечно же. Ну, опять же, говорю, что это не критично. На мой взгляд. Не знаю, как на ваш. И видите, как отличается, будет отличаться. Ну, ничего, я все равно хотела здесь какой-то узор. Не косый, ничего, не ораный, а вот какой-то такой попроще. Ну, вот и выбрала соту себе. Самый простой узор, молодец. И опять у нас картинка поменялась. Сегодня еще вам хочу показать несколько своих приобретений. Это вот такой журнал, как он называется, от Lang Yarn. Не знаю, какого он года, если честно. Он номер 400, ой, 247. И у них там есть разные категории. Там есть, например, вот это Casual. Там есть... А какие там еще есть? Забыла, какие еще есть. В общем, Casual был один. И мне он так понравился очень сильно. Сейчас немножко быстро полистаем. Даже, ну, не будем сильно останавливаться. Затем я купила описание шляп, соломы и федоры от Вали Суходол. Кто вязал шляпы, пожалуйста, напишите мне в комментариях, что вообще-то является таким сложным в вязании шляпы. Я купила себе рафию. Рафию я купила себе в магазине этих садоводчества. Честно говоря, она такая, ну, наверное, не обработанная сильно. Она такая натуральная. И немножко, конечно, торчат ворсинки. Я хочу попробовать связать шляпу пока что из этой рафии. Потому что она стоит недорого. И я думаю, что мне для начала будет нормально. Вот. А потом уже куплю. Я повторяюсь, по-моему, я в каком-то из видео говорила. Но ничего. Просто хочу, чтобы вы закрепили результат. Вот. И вот такая шляпка. Мне очень нравится. Федора из соломы. В общем, класс. Буду вязать. И да, напишите мне, что является сложным в этом деле. Как вот сформировать вот эту вот ямку. Не знаю. Там вообще такие термины еще есть. Некоторые я почитала. И слово там такое интересное. Я его прям даже и не знаю, что это за словом. Так. Понятное дело, что вы тоже можете приобрести. У Вали Суходол. Дальше. Ну, покажу, что я распечатала. Вы не смотрите на цвет. Цвет у меня... Там краски закончились в принтере. Цвет у меня такой зеленит. Это от Любы Пинковой я получила в подарок за участие в СВС. Такой мастер-класс треугольные платки. Здесь треугольные платки разных форм. Закругленные. Там вяжущиеся из центра. Какие-то вяжущиеся из боковой части. В общем, да. Буду вязать. И сегодня вот я купила такое описание от Евгении Карташовой. Тоже она в инстаграме. По-моему, так и есть Евгения Карташова. Тоже, видите, они синие у нее на самом деле, варежки с сотой. У меня они черные получились. Описание варежек сот. Поскольку я уже купила описание у Марии Левиной шапки с сотами. Там у нее специфика вывязывания сот совсем другая, чем если бы вязать эти соты просто. Вообще соты вяжутся достаточно медленно. И я уже в этом убедилась. А вот в этом ее способе у Марии они вяжутся легко. И поскольку я уже могу эти шапки вязать, да, я уже бы связала бы такие варежки. Я никогда их в жизни не вязала, честно вам признаюсь. Но вы помните, я купила еще у Марии описание перчаток, которые, наверное, будут лежать у меня очень-очень долго. Вот. Ну, в общем, такие описания я купила. Какие-то мне это подарили. Я хочу вам показать этот журнал. Он потрясающий. Эти модели мне вообще так понравились. Это вот идет из очень тонкой пряжи. Альпака суперлайт. Здесь пряжа. Но я думаю, что альпака наша, допустим, от Drops, там, брашта альпака с шелком будет тоже классным. Вот такие обычные свитерки. Это вот палантин. Он носится очень интересно, типа жилета. Можно вот так его носить. И вот так. Вот этот очень свитер хочу связать. Он вяжется, думаю, легко по кругу. Хотя нет, здесь он вяжется не по кругу. Здесь, по-моему, по кругу ничего. Только лапапейса вяжется. Здесь он вяжется, кстати, ширной рука. Все. И просто по кругу будет вязаться горловина. Тоже с такой тонкой пряжей, типа альпака брашт. Короче, типа махера. Здесь у нас шарф с кофточкой. Рисом связанным абсолютно простым. Здесь вот такая ковтейка. Мужких здесь очень много. Жилетки. Такого плана. Пончи или не пончи, что это такое. Это вот из такой, как называется, буклированной, наверное, пряжи. Обычный мужской свитер. Такое что-то вот интересненькое. Маленький, маленький говорю, короткий кардиган. Вот такой кардиган симпатичный. Ну, шарф обыкновенный. Опять же, вы видите, подобраны просто цвета. Это платье очень интересное. Ну, вернее, даже не платье, а туника, потому что оно носится под верхнюю одежду. Мужской свитер. Такое сочетание красивое. Кардиган. Свитера с саранами. С косами. Цвета такие. Так. Ну, я быстро листаю, потому что это вот, наверное, рис или даже не знаю, что это за... Да, это рис, скорее всего. Такой симпатичный мужчина. Так, это у нас кардиган. С таким воротничком. Так, так, так. Жилет. Вот я буду вязать что-то вроде такого жилета, да, вот красный вам показываю. Только он будет, ну, попку закрывать, и здесь будет ворот, а не капюшон. Просто обычный топ. Такая кофта. Вот с таким интересным элементом на шее. Ну, тут тоже в пряже, видите, дело. Как бы. Кардиганы, кофты. Такой кардиган шапулей. Пожного тут не очень много. Но есть. Вот такой симпатичный. Тоже связано все с этим, сшивным этим, сшивное изделие, в общем, по деталям придется собирать. Это вот, вот это вроде как пряжа нескольких цветов, это не меланж, то есть это не, как его, не секционная пряжа, потому что слишком ровные полоски. Вот. Такой, это вроде как крючком связано, сколько мне видно, да, крючком. Представьте, сколько здесь пряжа ушло. Это вот такая, фиговая, как она называется, манишка, нет, не знаю, в общем, какая-то штука. Пончик. Такой интересный шарф. Вот этот мне понравился очень, лапопейса. Ну, тоже слишком вот как-то откровенно здесь эти убавки видно. Прям не знаю. И вот здесь тоже, посмотрите. Не знаю, это, на ваш взгляд, это красиво или это... Ну, это неизбежно, я понимаю, но... Блин, что-то как-то стрёмно, мне не нравится. Ну, нет, свитер сам симпатичный, но стрёмно выглядят эти убавки, честно вам признаюсь. И вот такой в завершении, вот такой свитерок. Да, и там в конце ещё очень симпатичный палантин есть. Я, может быть, его даже свяжу. Я очень полюбила этот журнал, он стоит 10 евро, и он стоит того, я вам скажу. Здесь, по-моему, уже не два языка, как в прошлом. В прошлом я не помню, сколько было языков. Здесь у нас идёт, так, английский, немецкий, французский и какой-то неизвестный мне язык. Вот такие были мои покупочки. Ну, такие покупочки журнальные. Такие были мои процессы. Спасибо вам огромное, что посмотрели. Обязательно пишите, что вы думаете. В общем, комментарии пишите мне, да и всё. Я, кстати, очень рада с вами пообщаться, очень рада вам отвечать на комментарии. Вы такие молодцы, пишите мне. Обязательно пишите под этим, что хотите. Я, как всегда, в общем, трудно закончить, всегда трудно начать, но, тем не менее, приходится прощаться. До следующих видео. Очень рада была, что вы досмотрели это видео до конца. И до следующих наших встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok